Укусы москитов Какой флот Украина готовит для обороны своих берегов апостров? Украина Украинские военные корабли проходят мимо набережной в Одессе. Источник изображения AP Photo, Сергей Бликов В 2020 году военно-морские силы Украины пополнятся, как минимум, пятью новыми кораблями украинского производства. Таким образом, Украина близка к тому, чтобы в 2020 году сформировать значительную часть своего москитного флота. Перспективы развития в МСУ выяснял апостров. В следующем году в МСУ могут получить пять новых катеров для москитного флота. Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. В его состав вошли поисково-спасательное судно «Донбасс» «А-500», морской буксир «Корец» «А-830», малые бронированные артиллерийские катера «Мбак-Гюрза-М», «Лубный» и «Кременчук». По информации командования флота, до формирования дивизиона, имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы «Тритон», которая была сформирована путем переброски двух бронекатеров «Лубный» и «Кременчук» в Бердянск с сухопутным маршрутом, а также переходом в Азовское море поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец» в 2018 году. Кроме того, в тактическую группу должны были войти два «Мбак-Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яныкапу», которые были захвачены Россией вместе с экипажами в ноябре 2018 года и спустя год возвращены в неудовлетворительном состоянии. Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лысовский сообщил, что по предварительной оценке, сумма убытков составляет не менее 55,5 миллиона гривен. Ранее сообщалось, что на кораблях было демонтировано все радионавигационное оборудование и вооружение. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос публиковал у себя на Facebook копию акта описи материального состояния двух катеров и рейдового буксира. Согласно документу, из катеров «Никополь» и «Бердянск» пропали радиостанции. «Харрис» – коротковолновые УКВ, радиостанции. «Моторола» – радиостанции. «ИКОМ» – станции космической связи. «Иридиум» – радиолокационная станция. «Фэйюно» – сняты или разбиты системы распознавания, вооружения и весь боезапас. На буксире Яны Капу отсутствует все радиооборудование и документация, разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке, частично разобрана универсальная система водной защиты и топливная аппаратура. Нет розеток и плафонов, сняты все кабеля, частично разрушен фальшборд, а также отсутствует часть мачты. Специалисты, которые представляют интересы корпорации «Харрис» на Украине, в разговоре с апострофом пояснили, что пропажа оборудования не причинит вред для тактической связи, используемой в вооруженных силах Украины. Убытки присутствуют в виде материальных потерь, которые по их оценкам составляют более 100 тысяч долларов на один борт. Отмечается, что в эту сумму входит не только стоимость радиооборудования, но его установка, настройка, обслуживание и обучение. Оборудование «Моторола», «Иридиум», «ИКОМ» или «Фэйюно» находится в свободной продаже, здесь нет никаких секретов. Радиостанции «Харрис» попали к русским в руки еще в 2008 году во время войны в Грузии. Были эти радиостанции и в Крыму. Можно с уверенностью говорить, что кроме как в качестве учебного пособия, о том, что такие средства связи существуют, они больше никак их использовать не смогут. Ну, или как вариант, слушать эфир на радиолюбительской частоте. Ключи шифрования подобрать или взломать не представляет всевозможным. Вклиниваться в связь нашей армии или слушать переговоры – тоже нельзя, говорит собеседник издания. По его словам, российская промышленность на сегодняшний день не в состоянии повторить конструктивные решения, применяемые в радиостанциях. Например, чипы для «Харрис» делаются по специальному заказу компаний «Тексас Инструменс». Вместе с тем, если в РФ примут решение вернуть изъятое радионавигационное оборудование Украине, то использовать его по прямому назначению уже будет невозможно. Существует угроза, что в данном случае, оно может быть использовано для сбора разведывательной информации против ВСУ. Капитан первого ранга ВМС Украины в отставке Евгений Лупаков говорит, что после обследования кораблей, необходимо возвращать их в состав флота. По его оценкам, на восстановление ходовых характеристик и боевого состояния потребуется 3-4 месяца. А через полгода кораблей можно будет ввести в первую линию. Если украинская сторона восстановит оба брони-катера, то в следующем году у нас может появиться уже более или менее полноценный москитный флот, о формировании которого заявлялось еще три года назад. Напомним, в середине 2016 года в Минобороны сообщила готовность уже к 2020 году спустить на воду 30 боевых кораблей и катеров. Они могли бы защитить интересные наши страны в прибрежной зоне, атакуя врага по принципу волчьей стаи. Кроме шести уже имеющих самбака Керман, Никополь, Бердянск, Лубны, Кременчук и Вышгород, в начале декабря 2019 года ВМС Украины получили седьмой бронированный катер этого же класса Кастопаль. Как рассказал Апострофу руководитель украинского военного портала Тарас Чмут, Кастопаль еще не вошел в состав ВМС. Его передача ожидается в 2020 году. По его информации, в будущем году флот должны пополнить пять кораблей украинского производства. Кроме Кастополя, точно будет еще один МБАК. Два десантно-штурмовых катера, ДШК, класса Кентавр, проект 58181, находятся в Одессе, но их еще не принимали в состав флота, поскольку есть вопросы к производителю по исполнению технических характеристик. Третий Кентавр сейчас строится на заводе на Рыбальском, отмечает Тарас Чмут. Если эти планы будут воплощены в жизнь, то в распоряжении МСУ в 2020 году могут оказаться, как минимум, 8 гюрс и 3 кентавра. К этому количеству следует прибавить еще два американских патрульных катера типа «Айленс», которые в ноябре 2019 года прибыли в Одессу, получив название «Славянск» и «Старабельск». Тогда же в Одессе старший советник председателя дипломатической миссии США на Украине Джозеф Пеннингтон заявил, что США предоставит Украине еще три катера этого же класса. Здесь стоит отметить, что процесс постановки на службу в украинском флоте первых двух «Айлендов» оказался долгим. Они были переданы в распоряжение в МСУ еще 27 сентября 2018 года. Но, как видим, в Одессе они оказались только спустя год после этого события. Но если с тремя следующими кораблями дело пойдет быстрее, то в 2020 году украинский флот может получить в свое распоряжение 16 боевых катеров. Это более чем половина от той численности москитного флота, которая была заявлена в 2016 году. Еще одной составляющей этого флота должен стать ракетный катер типа «Лань». Однако о конкретных сроках его появления говорить еще рано, поскольку «Лань» должна быть оснащена украинскими крылатыми ракетами «Нептун», которые еще не приняты на вооружение и находятся на финальной стадии испытаний. Максим Мухин. Право на данный материал принадлежат и на СМИ. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Оригинал публикации. Материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции в АПК. «Нэм». Продолжение следует...